Здравствуй! Меня зовут Оксана. И ты зашел на канал Оксана АСМР. Если ты первый раз зашел на канал АСМР, я советую тебе надеть наушники, потому что говорить я буду только шепотом и для получения максимального АСМР-эффекта. И сегодня я хочу порезать для вас два вот таких вот прекрасных, красивых мылка. Вот видите, у меня все руки в этом клиторе. Естественно, я его таким не покупала, а сделала сама. Это мягкое мыло. Порезать я его хочу тонкими пластиками для того, чтобы потом насобирать стружки для щелканья руками. Вот так. Мне очень нравится звук, когда щелкает эта стружка. Итак, приступим. Наверное, начнем вот с этого, да? Я не знаю, что из этого получится. Посмотрим, если овощерезка не получится. Будем резать нашу. Надо мне еще посмотреть, я ее держу правильно или нет. У меня бывают такие заходы. Извиняюсь, конечно. Это мягкое мыло. Талант. Вот видите, получается. Почему я не ножом все буду разрезать вот этой штукой? чтобы получали вот такие завитки. Ножом можно, конечно, но не всегда получать вот такие вот красивые завитки. А мыло какое самое белоснежное. Красота. Аккуратненько. Последнее время что-то я этих овощерезок уже бояться стала. То они не режут. То есть еще что-нибудь. Вот так вот заскакивают. Тут заскальзывают. То есть... У нас уже вечер. На улице темно. Но дети до сих пор на улице бегают, кричат. Я не знаю, слышно вам это или нет. Я все закрыла, чтобы никакого шума не было. У меня вот есть еще одна такая штуковина на камеру. Но она сама по себе шумная. Посмотрим ей как... Ей режется тоньше. По-моему, она острее. Я в последнее время выложила очень много видео. Не знаю. Будет надея вы смотреть или нет. Сейчас я вот это видео снимаю во вторник вечером. И выложу я его только... Скорее всего в четверг или в пятницу. Потому что у меня там очень много видео выложено. По два-три в день я выкладывала. Рабочий понос, как говорится. Завтра я буду занята в день. Послезавтра тоже мы сможем у нас просто сработать. У нас дела. Поэтому снимать я не смогу ни завтра, ни послезавтра. Такая строжечка. Мыло обалденное. Вот. Поэтому я сейчас заранее это видео снимаю вам. И чтобы оно у меня было в запасике. Чтобы вы, мои хорошие, не скучали. То скажете, только что день выкладывает по два, по три, то на два дня пропало. Но вот я вас предупреждаю, что меня не будет два дня. В смысле на ютубе. Вот. А вы пока смотрите те видео, которые там есть. Хорошо? Пишите мне комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Это видео я снимаю шепотом вам. С уважением к вам. Потому что уже просите вы многие, почему видео им без шепота. Поэтому надо пошептать моим дорогим, уважаемым зрителям. Да. Этот ножик он режет тоньше. Такая стружечка. Раньше я ее на руке резала. Да я ее сейчас могу на руке резать этим ножом. Но один раз произошел такой казус. Я порезала руку. Не знаю. Может это кто-то заметил. А может и нет. Я после этого стала бояться вот этих ножей. Но это мои дараканы такие. Вот. Видите как он резко заскальзывает смелом. Так вот я резала. Не, она шумит. Мне не нравится, что она шумит. Я вот этот нож, да, покупала. Я вам скажу, за 4000 тенге почти. Это вообще дороже я не покупала. Я вообще резку еще не раз. Вот этот дешевле по-моему. В 4 раза. Вот. Берем эти суховатые края. Чтоб можно было спокойно дорезать этот кусочек. Чтоб нож не задерживался на краях. Такое запашистое это мыло. Это как раньше, если кто знает, в Советском Союзе, может уже и после распада было хозяйственное мыло. Вот такое белое туру, да. Вот оно, по-моему, только оно почему-то Талан называется. Но запах один и тот же. Буквально вот он такой запашистый. Я его раньше никогда не покупала и мне стирала. Потому что потом вещи после стирки палут вот этим мылом. Это что-то. Так. Столько стружки это с одного куска у нас там. Я не знаю, сколько мне нужно будет кусочек. Ой, он развалился. Поэтому я его буду дорезать нашу. Прошу прощения. Вот еще один монстр у меня есть. Но он не дает такие завиточки. Она очень-очень мягкая. Я хотела до завтра оставить, но я побоялась, что оно высохнет. Я не смогу порезать такую стружку, потому что когда мыло уже подсыхает, оно так не режется. Так. Скоро уже ночь. Надо для меня, потому что я в 8 уже. Веду про приготовление косну, как говорится. Кому как. Так. И теперь вот эта вот моя стружка. Стружка прям холодная такая. Она сырая, потому что прям холодная такая. Ну красивая. Правда же. За счет этого глитера. Вот такой вот шикарный цвет. Преобалденный. Тоже обвалялась в этом мэле. Шикарно. И руки у меня такие же. Шикарно. И так приступим. Не знаю, все-таки попробуем. Вот этим вы уж сильно не обращайте внимания, если это возможно, что он немножко шумит этот нож. Ну оно режет легче. Резать тем легче. Резать тем легче. Продолжение следует... Я ее медь не буду руками, просто немножко так пожуршу вам этой строжкой, просто чтобы сохранить ее, так сказать, целостность. Такие красивые завиточки. Так, красота. Люблю все блестящее. Так, я расправлю, пусть так высохнет. Так, я правильно держу нож? Нет, конечно. Но у меня по-любому получается резать чума 20 века. Хрустит оно, который еще за счет вот этих вот частиц. Если вы слышите, что оно хрустит. Талан, видите? Талан мыло называется. Я не знаю, в России на ли это уже было. Это Турция. Турция рулит, да? По мылу. Мягкое, как масло. Такое хорошее. Такое хорошее. Такое хорошее. Вот, кто-то включает воду. И будет это слышно на видео. Шипение воды. Потому что сейчас вечер. Все люди, наверное, хотят умыться. После работы они же не знают, что Оксана тут видео снимает. И надо сидеть молча. У меня одно видео запорола моя соседка с первого этажа. Когда она музыку включила. Наверное, кто уже давно меня смотрите, знаете. Там было видео. Мне даже кто-то написал. Ничего себе. Вы что музыку слушаете? Я говорю, нет. Это соседи слушают. И YouTube это видео закачал. Но монетизировать я его не смогла. Потому что реально на фоне была эта музыка. И мне написали, что я нарушила авторские права. И типа доход от этого видео. Если я согласна будет делиться с тем, чья это музыка. И я не стала просто его монетизировать. Нафиг это надо. Там вот этой монетизации я еще не раз. Вот почти два года в октябре снимаю видео. Еще не разу ей деньги не получалось. Сейчас с YouTube. Вот мыло разорвалось опять на два. Так. Сейчас я его дорежу. Я это видео назову. Мыло. Блестящее. Резко мягкое. Мыло. Резко мягкое. Вы только не подумайте, что это я его блестяще режу. А что мыло блестящее. А то скажете, Оксана вообще уже корону на голову ходила. Ну ладно, уже у нас мыло блестящее режется. Вообще вот так. Последний маленький кусочек. Ну липкое прям такое. Мягкое. Так, мои хорошие. Вот я вам порезала сколько мела. Два куска. Это вот большая куча-то получилась. Уберу наверное эту я дощечку. Сейчас вот так вот. Потому что она не даст мне поиграть с этим мелом. И вот она эта восхитительная стружка. Такие еще кусочки есть. И так, мои хорошие. На этом я буду с вами прощаться. Я желаю вам всем спокойной ночи. Приятного сна. Чтоб все-все у вас было хорошо. Пусть вам приснятся ангелы. Пусть завтра рабочий день. Говорят, у детей каникулы. Я даже не знаю, честно говоря. Но я вам желаю всего самого доброго. И самого хорошего. Всем завтра на работу. Всех, у кого дела. Пусть все сбудется так, как вы хотите. Пусть сон ваш будет безнятежным и спокойным. Я вас очень сильно люблю. Мои хорошие. Вы это знаете. И так, пока-пока, мои золотые. Давайте будем прощаться. Пока-пока. Спокойной ночи. Ангелы ждут вас уже после постельки. Я вас очень люблю сильно. Пишите мне. Пока-пока. Пока-пока. Целую вашу Оксану.